У нас сейчас будет небольшой доклад по перспективам делированных облёнников. Денис Фадеев сказал, как это происходит в Европе, то есть те страны, и какие возможности есть у нас в Украине. Здравствуйте, зовут Денис Фадеев. Хочу рассказать немножко про изолированные облённики. Зачем они нужны всё-таки? Там была ремарочка у Ивана Михайловича. Насчёт, что такое чистопородная матка и племенная матка. Есть такое понятие, что мы получили только чистопородных маток на изолированном облённике. Их там до трехсот, насколько я помню. Породных ещё скажу. Говори пока породных. Я вот начнём потом. Ну, я просто расскажу, то есть, хорошо, чистопородных, которые они получили, всего там триста штук на всю Украину. Триста. На всю Украину. 180. 180. 180. На всю Украину, да. Потом, есть понятие племенных маток. Я встречал такую именно характеристику, что племенная матка может быть не только просто чистопородной мы получили. У неё ещё должно быть как минимум три поколения известных родителей. Три поколения. Мы получили только первое поколение. То есть, осталось ещё получить, ещё работы очень много. И меня критикуют, что я критикую наших селекционеров украинских, да. Двадцать семь лет особо не сделано ничего, чтобы получать именно чистопородных маток. Но продаются чистопородные матки на продажу по 100 грн, 200 грн, потом 300 грн. Ну, то есть. И, как раз взялись за то, чтобы создавать чистопородных маток, в большей части именно покупщиков, которые знают, как это делается за границей, и которые понимают, что нужно сохранять аборигены в чём. Но вы никак не заставите использовать местных пчеловодов просто пчелу под названием якобы украинская сетна, если она не будет показывать результат. Насчёт изолированного облётника. То есть... У вас, не слышно, это из микрофона. Давай. Так, изолированный облётник, следующий. Я предлагаю организовать изолированный облётник, это обветочная коса Запорожского окна. То есть, тут она недалеко находится. Потому что, всё-таки, чем больше у вас будет изолированных облётников, тем больше мы будем получать чистопородных маток. Вот, где он находится, то есть, это Дельгянск, Приморск, и там обветочная коса. То есть, это заповедник, чтобы вы понимали. То есть, там и есть дорога дальше. Изоляция, вы можете посмотреть, до самого начала населённого пункта почти 16 километров. Вот этот облётник, он стоит уже 27 лет. А говорят, что у нас невозможно организовать остров. То есть, дорога есть, есть там домик егеря. Всё есть, желание только нет. Ну, это уже сейчас будет. Дальше. То есть, вот я на нём был уже, то есть, это заезд там швакбалный. Дальше. Вот. То есть, дорога есть скорость, вы можете посмотреть скорость. 50 километров. То есть, дорога достаточно ровная, нормальная. Вот я отметил точку, там, где стоит домик егеря. Он там рыбачит, расхраняется. И можно там разместить. Там есть чёткая площадка, уже договорено. То есть, можно размещать там отцовские сельчинги, сколько нужно. Насчёт природы там. Ну, я просто не поснимал. Это было зимой. Там деревья маслины и, в основном, кустарники и разнотрави. Деревьев там уже нет. Птицы... Птицы, в общем, уничтожили деревья. Дальше. Следующий. Насчёт этого облётника. Вот у Днепровского пасечка есть Владки Сергей, который вызвался... Кстати, тоже один из брукфальщиков. Который вызвался организовать местных пчеловодов, чтобы всё-таки разработать этот облётник. То есть, его нужно разработать. У кого есть желание, пожалуйста, обращайтесь к нему. Нужно... Там работы очень много. И нужна помощь. Вечером, кстати, можем собраться, у кого будет здесь, и обсудить нюансы. Покажу изрывные облётники. Вот Германия, Голландия. Это откуда я беру Матерк, Бакласс и Карлик. Дальше. Карлик и изрывный облётник на материке. Это лесной ночёк, нет? Не-не-не. Это вот Герберг облётник. Вы видите, там есть такие ящики, как бы на железке стоят. Это ещё старого стандарта, ЕВК держится. Но сейчас уже посовместно с ЕВК ставят и обычные нуклеусы. У кого киллеры, у кого есть Абидея. То есть это маленький нуклеус. Дальше. Дальше. Ну вот так вот они остановлены. То есть тут один цвет. Чтобы отвечать, где твои. Сразу скажи, что это... Какой тип? Ну это киллеры, да. Киллеры, и там есть Абидея. Такой деревянный. То есть они... Их дальше. А это уже облётник... Видите, тут такие... Только ЕВК. Это сельдерал, сюда просто маток привозят. Вот такие вот на подставках. Видите, папоротник. Лес. Дальше. Вот они проверяют вот такие нуклеусы. Ты скажешь, что вот это ЕВК. Вот это ЕВК, да? Вот это ЕВК, да. Это сельдерал. Я просто... Я думаю, что все знают, что такое ЕВК. Они не знают. ЕВК. То есть там в чём смысл? Что там одна рамочка, и можно просмотреть с двух сторон, если труд. То есть, и вот они перед постановкой на вот этот ящик просматривают трудняк. Иногда просматривает сам смотритель, иногда если у него нет времени, сам отход, потому что он заинтересован, чтобы его матки отлетелись на частепородном трудне. Дальше. Это вот так вот расположены отцовские семьи. То есть, ну и дальше уже дальше. Ещё на острове камень. Дальше. Смотрите. Специально они им боксы предоставляли. Это вот в таких ящиках перевозится именно вот ЕВК. Они там есть шести, восьми. Ну то есть там расформы есть. Вот он привозит на паром дальше. Грузится на паром. Вот вы видите его ящики дальше. Потом приезжают в порт, и дальше идёт по железной дороге, и уже на место дислокации. Дальше. Потом ещё приехали на велосипедах, довозят именно на базе. Видите, в ящиках. Дальше. А можешь назад ещё носить? Вы просто посмотрите объём. Да? Вот сколько в ящике, и сколько сзади ещё в ящике. Да? Посмотрите объём. Только Сергей Рауш привозит четыре сама. То есть, только четыре. Мы получили на всю Украину сто восемьдесят. Ты говоришь, дуплиусы. ЕВК, смотри. Мы получили сто восемьдесят на всю Украину, а там один секционер четыреста приносит. Дальше. Это уже островной облётник. Видите, тоже похоже на ящики. Приносит дальше. Дальше. Вот уже смотритель смотрит. То есть, он подаёт, и смотритель уже смотрит и дальше ставит. Дальше. Это уже забрал домой и звонит мне Денис. Приносит. 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 Это отцовские семьи. Дальше. Какой облётник? Насколько угол он там дальше. Дальше. Вот так вот расстановлено. Видите, насколько... То есть, тут разные типы. Тут есть вот, есть мини-плюс, киллеры, апидеи, кто какие хочет. Раньше были едины стандарты. Нужно было ИВК, чтобы стеклянный был, чтобы смотритель мог смотреть, если там трудь. Но оказалось, что смотритель один, но один человек привезёт четыреста назад. И смотритель не успевает всё пересмотреть. Они сейчас используют специальные литки, которые не позволяют трудню не выйти, не зайти в нуклеи. Тем самым, если ты даже привёз трудняк, он не сможет выйти. А самое главное, чего они боятся, чтобы ты не увёз трудняк. Потому что, если матка не отлетелась, апидеи привлекает к себе трудней. И все увозят с собой трудней. Вот его может не хватить. Дальше. А там специальный размер есть. Там специальный литок есть. И мы, кстати, заказали на остров. Будем использовать в Украине тоже такие литки. Я с Германией заказал. Наградитель, точнее. Хорошо, наградитель. То есть, вы видите, разного стандарта у них. То есть, они могут быть какие угодно, но главное, чтобы были литки. И смотрите, как мне рассказывают немецы. Он проходит с палочкой у него есть специальная. Как только, если он видит, что всё, это брак. Дальше. То есть, всё вместе красиво сделано. Видите, вот такие ящики. Это специально такие делают ящики, чтобы удобно было носить. То есть, они бывают по 8-13 штук. То есть, ты взял они из фенополистирола, они лёгкие, взял по нему сразу такими блоками. Дальше. 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 Вид. Вы видите, да? Дальше. 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 Так. А это основной облётник. Это самый мой любимый облётник Барфаста. Потому что, ну, очень красиво. Видите, дальше опять погрузки идёт. Дальше. Вот в таких ящиках. Это бракфальщики тоже делают. Грузятся. Дальше. На какие деревья. Это уже потом погрузка с... На острове уже. Дальше. Там на велосипедах перевозится, а здесь на лошадях. Разгрузка. Вот так вот расстанавливается. Видите, тоже особо деревьев нет. И достаточно очень похожий ландшафт на то, что мы хотим на обеточной косе сделать. То есть, они расставили. Дальше. Вот отцовские семьи. Это Барфаст. Дальше. Это уже вот довольно уезжает домой. Опять же, ящик. Барфаст Голландия. А то был остров Байтру. Сейчас Барфаст Голландия. Дальше. Стоп назад. Посмотрите. Да. Ну, цивилизация как бы. Да. Ну, да. Ну, исполнитель, кстати, не совсем большой, но есть дорога дальше. Это, да, Маркен. Опять же, насколько я помню. Вот, видите, в таких ящиках, это Анатолий Коняев. Он туда возит постоянно. Свои нуклеусы на изолированном блюде. Дальше. Это вот отцовские семьи. Стоят, видите. Красиво, ровненько. Дальше. Дальше. Стоят места. То есть, ты можешь приехать, почищено, расставить. Поставляешь нуклеусы. Дальше. Вот. Есть нуклеус брата Адама. То есть, кто читал книгу у брата Адама, там есть его конструкция, которую использовал сам брат Адам. Это вот четырехместный нуклеус. Кстати, подойди, покажи. На сколько? Ну, то есть, такой с крышей. Интересно. Двухска. Да, это с чего начиналась облёт именно Баркурса первоначально. Дальше. Дальше. Так, всё. Я думаю, что вы посмотрели, к чему нам нужно стремиться. Работы очень много. Да. Кто хочет просто, как бы, зарабатывать деньги, уводить маток, это я тоже признаю. То есть, это тоже хорошо. Но, всё-таки, нужно делать какие-то резервации по аборигенной пчёлам. Я просто хочу ещё раз remarочку насчёт Теретина. Что он говорит слово аборигенные пчёлы, и украинская степова, да. И говорит, что это одно и то же. Ну, правильно я понимаю? Слышал такой вопрос. Ну, вы же сказали, что мисцевые пчёлы, якобы аборигенные. Ну, то есть, это разные вещи. То есть, аборигенные пчёлы, это одно. Украинская степна, где вообще чистофорные какие-то материалы, это другое совсем. То есть, это уже рукотворные, грубо говоря, пчёлы. Правильно же, да? То есть, разделять нужно аборигенные пчёлы. И когда меня критикуют и рассказывают. Вот, наиграющие пчёлыцы наши мисцевые, аборигенные. Ну, просто человек не понимает, в чём разница. Дикие пчёлы могут быть. Двайте вопросы. Я не поняла, всё правильно. Смотрите, аборигенные пчёлы, их цель была... Дикие пчёлы. Ну, начинают уже прорабатывать в уле, они дальше живут. А когда мы уже работали, мы пытаемся их построить под свой быт, что ну, к нам нужно. Это уже не аборигенные пчёлы. Денис, вы же понимаете, всё, что заложено в пенах, вы не можете что-то добавить от себя. То, что заложено, вы и будете. Не вот, вы можете улучшить, как-то споревать, да. Но если оно заложено, то оно может быть. Не может такого быть, чтобы вы там сделали робот, что добавили от себя, чтобы от себя нет. Вы можете улучшить то, что есть. Потому что вы так многое. А отрезать лишнее? Вы не можете, блядь, робот с пчелы, из природы, из живого, сделать робот. Это невозможно. Нет, я не понимаю смысл, что что по карбонете робот? Хорошо. Машина для приноса робота. Невозможно сделать из живого машину для приноса робота. Нужно, чтобы от фаха не было. Но надо другое же сделать. Так о чём надо делать? Подделывать, создавать искусство. Но то, что заложено природой, то и останется. Но это независимо от фаха. Любая порода, она изначально потом к исходникам вернётся. Это понятно. Если ничего не делать. Подождите. Какая порода выведена природой? Расскажите мне, какая. Ну вот скажите, назовите. Вот эта порода выведена природой. Так это не порода. Ну, это не порода. Но это не разно. Вы посмотрите. Ну, просто есть проблемы с терминологией. Да. Я знаю, есть такая проблема. И... То есть мы эту проблему знаем. Будет разрабатываться обведение морководов. Мы будем делать определённую терминологию. Что такое пленная матка. Есть отличия. Порода. Чисто порода. Порода. И так далее. Насчёт исходников. Ну вот. Любая. Ну вот я сравниваю с волк. Волк, да? Волк создан природой, да? Собаки. Это уже, ну, рукотворные, да? Правильно же, да? Есть идентичные собаки. Есть. Разве выйдете. Нет. Я к чему веду? Что? Ну, они скрещены. И идёт продолжение. Что? Хорошо. Всё. Спасибо. Хорошо. Ладно. Что? Собаководом. Что? Собаководом. 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 А следующий. Так, а следующий. Вы можете выступить. Расскажите про свои здобудки украинский сливовой. Сколько у вас чисто породных матов? Да. Мы вас услышим. Хорошо. Спасибо. А я же не в одни день только для вас выступаю. Может какие-то вопросы будут у других людей? Да. Вот, пожалуйста. Можно ответить на вопрос, женщина? Очень спасибо, женщина. Так, заявите. Так, как в Германии и в Азербайджане. Мы поликам. Собаководом. Кто этим занимается? Вот это. Подручка у вас. Смотрите. Этот облюдник. Что? Что? Что вы хотите сделать оборудок? На этом облюднике мы хотим получить чистопородных матов. То есть это изначально. Какая родная садность? Ну, украинская садьба. Я. Будет заниматься ватки Сергея. Я в это не участвую. У меня есть возможность. Я там был. Я договорился. Да? То есть ваша задача. Подготовить отцовские семьи. Подготовить Муклеус. Туда привезти. Забрать. Все. Я вам показал, грубо говоря, место, где можно рыбачить. И договорился с местным. То есть это просто абстракт. Есть такое место, но планов нет. Да мы сейчас планы хотим разработать вместе. Денис, скажи, сколько вы готовы привезти вам? Все. Денис. Все. Секрет. Все. Смотрите. Вам эту землю никто не дать. Во-первых. Это заповедник. Я вам сказал изначально. Это заповедник. Там есть обеегия. Я у него был. Я с ним договорился. Он сказал, вот, пожалуйста, тебе место, что делай, определёмся с отдельную плату, мы с ним договоримся. Но это нужно делать. Если боятся, что нас оттуда выгонят, так давайте вообще здесь не будем собираться, вдруг сейчас придёт, кто-то выгонит нас отсюда. Нужно же начинать что-то делать, потому что 27 лет мы сидели там и рассказывали, что всё отлично, всё отлично, ничего не было сделано. Субтитры сделал DimaTorzok